Всем привет, дорогие друзья! Для тех, кто носит браслеты разных фирм, наверное, многие задумывались о защите экрана, дисплея, да, его. Я, в принципе, проносил где-то, ну, уже года полтора, и вот сейчас только думаю, может быть, купить пленочку, узнал, что они существуют, когда уже, в принципе, экран был довольно сильно поцарапан. Кстати, из плюсов пленок в том, что если экран уже поцарапан, и приклеить какую-то одну из защитных пленок, то царапин этих не видно, то есть они как бы там вот скрыты. Но наклеить это еще тоже надо постараться. Для этого я на Алиэкспресс заказал два вида пленочек. Вот такая вот, я думал, это она такая, типа, как стекло, знаете, что-то типа такое, но нет, это тупо пленочка вот с таким вот обрамлением, и она как бы вот так вот загнутая, или загнутая, как правильно. Вот, и заказал вторые. Кстати, первые пришли вот в таком вот элитном кейсике, они довольно дорогие, что-то 5 штук в районе 200 рублей мне обошлись, то есть, ну, по 40-50 рублей за штуку. И заказал дешманских пленочек, вот таких вот. Они получаются что-то вообще дешево. По ценам я точно не помню, ссылки на эти товары я оставлю внизу в описании, кому интересно, перейдите, посмотрите. Здесь, кстати, уже запузырилась она, видите, два пузыря. То есть, тут уже, не знаю, где-то там есть воздух, либо какие-то, как сказать, песчинки, да, пылинки. Вот, ну, поклеил я. Поклеить надо тоже уметь. Я клеил, ну, давно еще пленки на телефоны, сейчас мы клеим стекла на телефоны, ну, как бы в основном без косяков, но если имеются какие-то мелкие. Но здесь, ребят, кто будет заказывать, даже чел на опыте, я думаю, что надо заказывать минимум 2-3 штуки, чтобы приноровиться, тупо приноровиться. Вот, я попытался наклеить, но у меня все-таки ручки оказались кривовастые, не такие, как у профессиональных клещиков. Вот, со всеми вот этими приблудами у нас идут вот такие вот салфеточки, типа, одна спиртовая, вторая сухая. Сразу скажу, ну, мне они не нравятся в основном, то есть, я не пользуюсь ими, я вот попользовался, думаю, ну, вдруг, да. То есть, когда спиртовой протираешь, она оставляет разводы, и сухая не вытирает эти разводы, поэтому я беру тряпку из микрофибры для стекол и, соответственно, тупо ей натираю. Ей и стеклоочистителем, также я и клею защитные стекла и прочие вещи, то есть, аккуратненько все это дело растираю и все это дело прилепляю. Значит, вот на эту я наклеил, вот на эту я наклеил вот такую, вот такую, вот на эту я наклеил такую. И ту, и ту клеить не так уж легко, что я заметил. То есть, вот эта, она клеится не на весь экран, я не знаю, я постараюсь вам сейчас высветить, как-то показать, как она получается. То есть, она получается вот так вот. Тоненькая прозрачная пленка, в принципе, на вид она не влияет. Но вот здесь сверху видно, что я закосячил ее, потому что я привык, как стекло клеить, тупо кидаешь, она, ну да, прилипает. Пленочку надо с края оттягивать и вот так вот разглаживать, да. Попасть довольно тяжело. То есть, вот эта пленочка, в принципе, наклеилась относительно легко. У нее, вот, получается, оранжевый хлястик мы отрываем, отрываем чуть-чуть, да. Прилепляем, оранжевую эту к нижнюю убираем и все. У нас остается вот такая матовая штука. Матовую штуку мы в конце отрываем и все у нас идеально и ровно, да. И потом мы получаем вот такую защиту. В принципе, на вид, на прозрачность сильно не влияет, но все равно в глаза вот так вот бросается при ярком свете. Поэтому, ну, я думаю, что привыкнуть можно, ну и плюс, если оно еще и будет защищать от царапин, это вообще круто и классно. Вот с этим, ребят, я намучился. Дорогим, я посмотрел там на Алике, был видос. Мне кажется, оно вот как-то получше в плане прозрачности, в плане видимости, да, в плане красоты оно получше. Но, ребята, приклеить его, это вообще дичь. Началось все с того, что я тупо не смог вытащить это стекло из пленочки. Знаете, почему? Потому что вот эти хлястики, вот номер один, да, он как бы вот здесь с клеевой основой. То есть он прилип к этой части и, соответственно, прилипает и вот эта вот двоечка. И для того, чтобы достать, как бы тоже надо попариться, то есть его просто так не достать. Честно скажу, то есть вот он раз, вот он прилип, вот здесь видно, да. То есть надо как-то вот аккуратно его достать. Достать тоже, короче, надо попариться. Это первый момент. Попробую достать какой-нибудь другой. Вот, этот тоже вот не достать. То есть они все, все вот как бы там прилеплены. Вот, оно либо сверху прилепляется, либо снизу. Причем в диаметрально противоположных частях. Вот. Второй момент, который меня выбесил, в том, что когда отрываешь вот эту штуку, она сама отрывается, а защитная пленка, то есть, ну, чтобы вы понимали, здесь раз пленка, да, которая отрывается циферкой 2. Значит, пленка, которая отрывается циферкой 1 и посередине, соответственно, основа, да, которую мы клеим сюда. То есть здесь три пленки, по сути. Вот. И вот эту нижнюю я оторвать не могу, тупо не могу, потому что отрывается сама наклейка вот эта, а не защитная пленка. Это первый момент. Я там парился, поддевал, короче, кое-как. Вот. Во втором моменте, то есть, она мягкая, она гнется, видите, то есть это не стекло. И ее, по сути, вот, лучший варик клеить, это оторвать дно, да, нижнюю часть, и вот ровненько-ровненько при, как сказать, приметиться и так вот приклеить. Но нет, так не получится, потому что она вся гнется, попадает пыль и так далее. То есть ее надо именно вот, вот, короче, начать отрывать, вот так вот, да, и вот клеить и вытаскивать. Но большой риск промахнуться. Большой риск промахнуться. Я вот здесь промахнулся на самом деле. Юла мне присылает, поставь 5. Вот, и промахнулся, и вот здесь вот видно, что здесь вот она, край торчит. Как бы, ну, это до первого, до первого одевания кофты какой-нибудь, да, здесь не достает. То есть, по размерам надо вот прям тютельку в тютельку вот как-то ее вот прилепить, повесить и так далее. Это первый момент. Второй момент, после того, как я ее приклеил, мне надо оторвать верхнюю защитную часть, циферку 2. Я начинаю отрывать, а она отрывает всю пленку целиком. То есть, представьте, да, то есть, отрывается вся целиком пленка от этого, и, соответственно, туда попадает грязь, откуда вот этот косяк. То есть, видите, да, в середине вот это пятно. Это вот именно из-за этих причин. Я наклеил первый раз еще куже, вот, потом начал там подгонять как-то это, начал отрывать, она отрывается вместе с ней, соответственно, туда попадает и воздух, и пыль, и грязь, и так далее. Ну, короче говоря, пленки сами по себе вроде бы ничего. И вот это даже смотрится лучше. То есть, она смотрится, естественно, как будто здесь вообще нет пленки. То есть, она вот как бы идет в край, она вот такая вот, как сказать, как это 2,5D, или как говорят, да, то есть, скругленные края и так далее. Вот, она сильно незаметна. Это более заметнее, видно контуры, да, и так далее. Вот, но вот эту наклеить легче, эту наклеить очень тяжело. Вот, и надо, ну, примаститься. То есть, если вы будете клеить в первый раз особенно, ну, 2-3 штуки минимум надо заказывать. Я заказал 5 штук, ну, у меня 3 Mi Band в семье, получается, четвертых. Вот, ну, блин, придется тренироваться. Короче говоря, вот такой вот результат. Вот эти вот салфеточки, по сути, оказались ненужными. А вот эти штуки оказались тоже с такими, как сказать, проблемками. Вот, поэтому, кто что думает, пишите в комментариях. В отзывах, кстати, на Алике я прочитал. Кто там говорит, фу, говно, там. Кто говорит, типа, что не видно, да, что довольно матовая. Потом говорит, ой, а я забыл там пленочку оторвать или еще. Ну, как так, ребята? В принципе, видимость, что это, что это особо, как бы, не мешает, да. Единственное, что здесь вот видно пленку. Вот это вот прям классно, но ее надо прям постараться поклеить. С третьего, я думаю, с четвертого раза у меня должно получиться. Очень, очень тяжело, очень тяжело попасть. Но на Алиэкспресс довольно легко клеят. Вот, и отзывы довольно диаметрально противоположные. То есть, кто-то говорит, прям вообще супер, кто-то говорит, не очень и так далее. Ну вот, короче говоря, вот так вот. Я наклеил ее криво, мне надо было ее чуть ниже и чуть-чуть левее. Но попасть это, когда клеишь, очень сложно. Плюс еще не запустить туда пыль и грязь, воздух и так далее. Довольно тяжело и трудоемко. Короче говоря, надо тренироваться. Может быть, видео когда-нибудь сниму, как я приклеил ровно, но не в этот момент. Короче говоря, вот так вот. Кто что думает, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.